все силы 6660 и крис 7774 вы первый были светочка привет дорогая привет привет свет это моя любимая одесситка вообще самая любимая потрясающая женщина девушка у него потрясающий мужчина вообще жизнерадостная добродушная активная веселая классно никогда от меня не отворачивалась всегда со мной рядом чтобы не происходило и что и что по сей день не происходит я уж думал у меня что цена да нет пришел решилась денисом в эфир выйти и полетел в тартарами эфиром привет привет не знаю что сын да не знаю чунова ты знаешь это проблем с муж вайфа опять выбивает макок я собрался из сочи выдвинуться в сторону турции через абхазию зайдут грузию заново сетью в ингушетию в чечню в дагестан заехать и в турцию из абхазии в грудь но там надо проделать маршрут просто но где-то грудь ну я понимаю что и из абхазии в грузии не попаду ну надо проделать маршрут так будет крюк сделал где-то объеду приеду в грузию развернусь обратно поеду я понимаю чем вы пишете да на велосипеде давай вас сетью ждем хорошо буду мариночка я думаю что мальчика я думаю что я брошу план известен мне план известен думаю что брошу курить когда поеду больше вариантов не будет другого так вот возвращаясь предыдущим на велике сколько времени планируешь потратить я думаю что неделю генера смотрите еще раз возвращаясь абхазия сочи лагеря былися дна туми до турции в город и сидеть первым первый в турции городе сидеть первым все супер жили как относятся фразе все будет как должно быть абсолютно верно потрясающе отношусь и еще могу к этой фразе добавить фразу что то что должно произойти она произойдет никуда от этого не уйти женщина как приятно огромное спасибо я с первого дня с тобой ни разу тебя не разочаровала да спасибо дорогая за это и говорю смотрел нового доктора стрэнджа или не любишь такой ровно отношусь но если бы мы были с тобой вдвоем и задернули темные шторы легли бы взяли бы попкорн включили бы отключили бы телефон и я бы обязательно скорее бы все это тоже не посмотрел бы доктора стрэнджа но твоего быстренько я бы конечно посмотрел возвращаясь к предыдущему разговору который был в эфире предыдущим предыдущий предыдущий тавтология простите желающие отправиться со мной ближайшее время на велосипедах до турции пишите мне в директ я буду рад являться частью вашего путешествия с огромным удовольствием проведу это время с вами катюш не смотрел я все сказал хотите продолжайте дальше сидеть на на жопе и думать о том как бы изменить жизнь и ничего для этого не делать ну сидите нет ради бога я понимаю у каждого своя там жизнь и все не не шучу про велосипеда не да реально велосипедов джексон ехать до хириша 2600 километров спасибо ксения я не хочу автостопом хочу на велосипеде спасибо алика линка линка элегант а элегант элегант покрасил жилье в палатках мазал да а в смысле сколько это стоит ничего это не стоит в смысле что сколько это стоит вы так пишите жилье и да какой какая какое жилье какая еда жить мы едем летом жить в палатках но еду мы будем ну там купили там картошку там взяли гречку там взяли тушенку приготовили все поели в котелке приготовили поехали дальше в чем проблема заехали туда заехали сюда мы никому не привязаны нам не нужно ходить по трассам останавливать машины непонятно с кем садится мы сами себе принадлежим захотели все остановились все опять отдыхаем у этого озера на эту гору забрались туда сходили сюда зашли на эту крепость дагестане есть очень хорошая в дербенте крепость сумастое какие там виды в дагестане в дербенте ребята будь дороже пожалуйста спасибо какое жилье и даже его жилье и да ребят сами сами мои золотые не будет денег пойдем куда-то устроимся поверьте на кавказе есть работа на кирпичный завод поедем не дай бог придем какую-нибудь кафешку помоем полы помоем посуду подметем двор уберем что нам по суп не нальют что ли на кавказе думаете суп не нальют на вы думаете на кавказе нам шашлык не дадут и лепешку не подавшись хватит вам что ли вы были когда-то кавказе но мне кажется что там с этим нормально все будет накормят на под не переживайте мыться водопад все правильно а сколько дней ехать на вельс слушай я думаю что до хренища я не ездил еще я не ездил что на велосипеде это мой первый путешествие просто говорю что если тут хочешь со мной поехали погнали мы будем первооткрывателями потом я съезжу и пойму как это все устроено потом будем туры делать женька турагент от бога мне кажется тяжело такой путь любой путь осилит идущий поэтому сидеть дома и говорить о том что это тяжело но тогда сиди дома моя злота чем проблема а ты что хочешь в нашей жизни вообще ничего легкого нет и простого чтобы чего-то добиться к чему-то прийти нужно потратить много сил на этом это спонтанное решение ли ты обдумал такой обдумал не она от в казахстан ездить я на друга израилю привет большой у меня в израиле кстати родственники живут родная сестра моего дедушки заморжу бедем заморжу гогу мы тебе укажем путь с вами точно я доеду добрый вечер там посырем тут пожрем все пучком слабоуме от врага наш девиз по жизни кто со мной из израиля до турции на надувных матрасах моя подруга твоя фанатка тоже со мной передай огромный привет целую тебя моя девочка крутая идея ты главное не вывода и все пока это будет хорошо да если будет прямой эфир на дороге вести то еще дольше ехать но прямые эфиры конечно будут надо же будет на этих прямых эфирах еще донаты собирать денежку я же не приеду к сыну с двадцатью еврами будем всю дорогу путешествию заработаем чуть останавливаться будут кафешках там остановился тут поработал официантом там поработал официантом тут убрал из-под барашков там еще что-то сделали чуть-чуть по копеечке по зернышку нормально все у меня будет не перерывай то я не верю в астрологию поэтому говорить о том как любимый знак зодиака не знаю я стрелец мне по барабан и что это лучше вообще знак на земле просто огонь стрелы лук все лучшее что может быть это вот привет 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 ринка не сдамся не сдамся мака не сдамся о олечка тут тоже а вы вдвоем да на кровати лежите и в эфир смотрите по поводу того что брать с собой я уже посмотрел массу роликов сегодня у меня был весь день на этом да я все посмотрел там и от комаров средства и аптечка и горелка и я все 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 посмотрел и палатка и говорят вещь мешок вообще не нужен так как тепло будет но надо будет взять эти под жопу забыл как называется скрученный блин как они называются пены пен пенка пенка на называется уже там у тебя по всем спасибо дорогая по символику как целом дела по-разному туда-сюда ходим дышим слава богу качели качели бы такие херей что херей просто целыми днями солнышко кручу пирочный нож я возьму компас мне не нужен потому что я не собираюсь уходить какие такие дебри или какие такие места сумасшедшие далеко от трассы так ну смотрите смотрите нас 250 человек давайте мои дорогие спартанцы ваше внутреннее ощущение все ли будет хорошо все ли у меня будет хорошо увижу ли я сына и вернусь и вернусь ли я домой но не очень важно потому что вас 250 чеки у каждого свое ощущение и своя интуиция потому что я в любом случае переживаю я очень переживаю очень переживаю правда переживаю вот прям я бы суп и понимали я и боюсь еще ехать ну смотрите прикинь все 200 человек на великах да 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 я плюс еще внутренний страх есть потому что это будет первый раз когда я вот уезжая читать все что пишите спасибо первый раз когда я уезжаю на велосипеде чужие страны другие города и республики ну то есть ну не чужие побратимы но все равно все она переживаю очень одна пишет не поедешь б тварь и ненавижу тебя ребят смотрите вы спрашиваете про то что а что говорит рита рита знает орите вообще зачем знать и объясните мне подразитель рите зачем знать вообще что я еду не еду ей вообще это для чего ты эта информация я окажусь там 12 лет митя я окажусь там я сообщу и скажу маргарит я здесь я на кипре я хотел бы видеть сына поверьте мне маргарита тот человек который с огромным удовольствием привезет мне его тут тут же потому что она за то чтобы мы с ним общались вернусь домой на самолетом как она не разрешает как-то не разрешают я того что ответил не боюсь переживаю внутренне такой ну потому что блядь один едет ну как не переживать теперь пойми что будет произойти может подробно какие другие стопа республика нету все разберемся велик бери с большим седлом а миром а пока не знаю я видела риту на кипре я недалеко от его колледжа живу а он ну вот увидимся на кипре подарки надо будет купить были тоже девушка пишет хорошо мы золотая бизайн барракуда если я пройду кавказ и все две недели буду жить палатки поверьте и на кипре на северном я тоже найду место где мне переночевать он алия рустамова пишет сто процентов живут там семьей уверена сто процентов что ли потрясающий муж как колее заедем с ее мужем там перекусим может там убудки у собачьей дадут возможность переночевать там но нормально все будет не переживай я пока черт ржу женька на ты как за денег это кузин что-то все-то спасибо большое наташа наташа ну сука одну съелся митку остановиться немного в турции у меня можно остановиться бля как вот не зафиксировали ирина главное чтоб так не остановиться чтоб про митку не забыть а то что могу так остановиться что остаться жень если есть цветы и достигнешь любым путем тем более с благими наберения и бог тебе будет помогать надеюсь не нервничай так я спрошу может помощь нужна какая-то варакуда какая помощь родная какая мара на все нормально если лишь про финансовую нет ничего не надо все нам надо без проблем же я с мамой живу меня ольга зовут хорошо финансово нет все нормально сейчас поеду проведу свадьбу плюс у меня там реклама я уже посчитал мне этих денег хватит чтоб там приобрести велосипед палатку ну и там на какое-то первое время там какие-то деньги у меня будут поэтому если ты проект спрашиваешь нет все нормально у них нормально все но если ты прям очень сильно хочешь помочь помогая я не против я и приму помощь единственно что велосипед то в сочи надо будет покупать они в москве я же из сочи поеду были может еще лучше сделать может вообще-то дагестана долететь это получается парфюм когда заберешь я в городе катюш привет дорогая завтра наберу тебе мы зал так хорошо я завтра наберу завтра зайду муж реально ты не пропадешь дару живут вон люди а чем не пропадать я за любую помощь все люди хотят помочь помогите вам воздастся тем более эта помощь связана с благими делами не хватит на сигарет ну на сигареты не хватит ничего страшного где-то там подзаработаю ничего сразу слушайте послушайте вы даже вы даже не представляете себе я могу очень долго сидеть и рассказывать вам о том что я хочу делать или как это буду делать крит мне очень нравится ну и молекула но я приеду я в любое в любой республике найду себе работу на 12 там ну как как какую-то временную быстро быстро перетащить штук взять схватит схватит полторы две три тысячи рублей заработаю я за сутки все будет нормально на еду мне хватает это 3000 мне хватит на три дня понимаете путешествие потому что я уже посмотрел цены в республиках на продукты я уже так немножко состава список того что я буду есть поэтому камера да вот этого кстати у меня нет оборудования нет у меня это точно да мне к сожалению это оборудование но буду снимать на телефон немножко сделаешь конечно лучше все все это чтобы была петличка переносная чтобы звук был хорошим камера чтобы было конечно так лучше но пока так первое путешествие будет таким вот потом потом субболец котом дать сначала выехать я буду выезжать корнета ближайшее время не легче до анталии нет 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 бог помощи женек пусть все получится как задумал спасибо огромное все так и будет зарезать телефон power bank блядь что power bank надо купить этот ее парус это собрался путешествие так ручки не с бумажкой все заканчиваете накидывает мне реально реально все заканчиваете я уже будет ехать никуда не хочу я уже четыре только что нормально все было зачем вы про эту камеру про этот power bank елки-палки все было нормально велосипед банка тушенки и палатка облик приехали нормально брат приезжать ташкенту брата кафе если хороший певец уважают да спасибо рад следующем а путешествия поеду в среднюю азию обязательно таджикистан обязательно свою страну охренеть блин я думал на тушенке все закончится все все мои траты деньги закончили деньги закончили не успевно мы еще не уехали а мужа мы еще не выехали а мужа должны знаете вот есть такое семечек не надо ли вот же не хорошая вещь привет из стула привет аптечку обязательно обязательно возьмем течку все будет хорошо все хорошо выше должны понимать что эта поездка она связана с тем что я очень сильно хочу изменить свадьбу сколько сто тысяч вы должны понять что поиска связана с тем что я очень сильно максимально сильно хочу изменить свою жизнь потому что то что происходит последний год со мной все эти ситуации которые были ситуации в общем мне это все не нравится мне все это не нравится это разрушает меня все вокруг поэтому эта поиска еще и связано с тем чтобы полностью поменять свою жизнь и побыть наедине с самим собой очень много обдумать найти ответы на какие-то определенные вопросы в которых в моей голове их уже предостаточно и я искренне надеюсь на то что я вернусь с другими мыслями с другим отношением к жизни вот это если без шуток это если серьезно то есть говоря проще мне эта поездка не ну необходимо просто я очень много можем шутить на всю эту тему вот но мне эта поиска просто необходимо просто во спасение моей души вот так я вам так скажу поверьте мне на слово придет время когда не все расскажу как она пока не готов мы к сожалению живем не в той стране не в то время когда все будет хорошо я обязательно сяду и во все расскажу как проходил мой этот год это был самый отвратительный год поэтому эта поездка по большей степени еще и связано с тем чтобы найти покой ну покой в плане в хорошем смысле я хочу полностью до обнулиться и перезагрузить свою жизнь это как я отношусь к жизни к своему организму к телу вообще смотреть ко всему друзьям близки мне это все очень не нравится мне нужно полностью все изменить я думаю что это поиска мне поможет я искренне это надеюсь я считаю что это единственно просто сейчас на данный момент единственная возможность как-то не знаю соль в помощь какая соль что за соль по спасению души можно в монастырь да нет нет вы не вообще какой был у тебя самый счастливый год два года было самых счастливых когда рождались мои дети я понял пассива парикмахера спадов смена обстановке нужно же почему ты постоянно глаза отводишь от моих смс я не фартовая думать я верю в это какая блядь соль а кстати по поводу инстаграм сразу хочу вам сказать легкого пути исполнения благих дел пора меняться эти все получится ангел хранитель спасибо огромное правило пасел значит у меня старая страница которая хотел продать но и так как и никто не хочет и покупать я подумал что ну давайте наверное ее как-то интегрируем в мое путешествие там на ней сейчас 270 тысяч подписчиков поэтому в ближайшее время я думаю что в ближайшие там недели две я буду выходить в эфир и буду постоянно анонсировать эту страницу для того чтобы вы переходили на нее это сделано будет для того чтобы ну был больше охват было больше людей этим самым были там ну рекламные предложения более жирные так так выражусь буду вам очень благодарен за ваши переходы на ту страницу поэтому и все путешествия все мои путешествия и все мои эфиры они будут выходить с момента моей поездки только на той странице на этой странице уже ничего не будет потому что ну хватит пора уже зарабатывать деньги у меня есть неплохой ебальничек у меня есть умение общаться я умею и слов складывать предложения умею очень быстренько реагировать на все ваши сообщения и вы переводите это все в какую-то шутливую историю этим надо пользоваться на этом можно зарабатывать учитывая что у нас 80 процентов блогеров не бенни-мэни кукареку и при этом зарабатывать очень хорошие деньги а я долбоебик сижу блять и мечтаю блять о звездах все херня поэтому все давайте туда будем постепенно переходить завтрашнего дня буду выкладывать досылку выложу ну и как то так вот давайте буду вам очень благодарен за вашу поддержку ссылку какую ссылку были ссылку завтра выложу в stories сегодня ничего не буду выкладывать уже сегодня просто такая знаете информационная история завтрашнего дня уже начнем как-то все продвигать и очень хороший человек с добрым сердцем наверное блин женек очень тяжелый путь ты выбрал ты знаешь махмутова я тебе скажу что легкий путь у нас на наверно мне не интересен был бы легкий путь и наверное мне нужен тяжелый путь чтобы я наконец понял что такое жизнь и что такое вообще все что меня окружает но тяжелый в хорошем смысле слова не не слишком тяжелый нормально так надо пахать целыми днями контент пилить монтировать моя золотая понимаю прекрасно я знаю на что я иду я знаю на что я иду вот сейчас приедет еще и егор сын маминой подруги на вот и и он у него есть как как эта программа монтажа она самая элементарная сама просто мне покажет поэтому все будет выходить телефоне буду монтировать имени такие какие-то ролики там пяти семи десяти двадцати минут посмотрим буду выкладывать в инстаграм вот и все какое кафе в случае нет давно-давно уже ничего ой все ивана все молчу не ругаюсь простите пожалуйста внучки большой привет извини меня пожалуйста этого дядьку дурака тогда курить не буду при внучке вы сразу пишите вы сразу пишите вот прям заходи в эфире дженечка здравствуй дорогая дорогой я с внучкой я смотри о ведь уже другая прическа стала офигеть ну просто вот постоянно какие-то изменения вот ну это просто не человек это какое-то бобу божье существо и скромный очень нужно светиться в доме 2 чтобы поднять статистику охваты если я пойду на дом 2 моя статистикой охвата упадут блять ниже по извините по ниже среднего давно пора молодец у тебя огромный потенциал с такой харизмы чувствами брони от ни одного блоге спасибо огромное привет из волгоград здорово волгоград больше не пишите привет в горне пишите от имени а ты имени под и кстати инстаграм сейчас платят за рилсы но не россиянам конечно так что подумаем может как раз турции это проверить провернуть я зарегистрирован же в российской федерации я в наушниках а то сын выучил все выражения твои уже выучил мы приличной встречи ему тоже скажу но без мата же мне нравится твой рилс где ты зимой на спортплощадке такая хухма да правда такая ерунда мне кажется моя дочь тоже тебя смотрит ей огромный привет 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 малышка привет ну рился да 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 значит вам дился делать но сделаем слушайте я кстати вот почему-то не могу понять одну вещь почему люди не прокачивают инстаграм в плане вот вот таких таких менее каких-то сериальчиков все в ютюбе все в ютюбе уверена все путешествие будет самым интересным запоминающийся я иску привет огромный же почему-то не в стендапе хорошо что стендап не во мне а мне нравится видео где поешь песню маленького ты моей никогда не будешь же на велосипеде трудно ведь будет я знаю а мы легких путей не ищем главное словить мотивацию нужно настроение все правильно да удивительная штука вот я выхожу в эфир я вышел эфир только в эфир потому что я зашел в директ и увидел большой небольшое но на отчасти несколько комментарий которые были с таким знаете месседжем что у тебя там ничего не получится ты вообще полный идиот и вообще гробишь свою жизнь и у меня прям руки внутри опустились внутри у меня тоже внутри еще есть руки у меня внутри живет существо с руками нет просто руки живут нет я вышел эфир и опять мне захотелось ехать поэтому мне не пишите мне вот этих гадостей блин да ну кучу сейчас сериальчиков как раз через рилс да есть я просто не смотрю никого мой любимый твой видео с песни маленького я до сих пор вашу видишь при спасибо огромное у меня дочка смотрит и 13 лет смотрит тебя в другую комнате зовут регина передай привет пожалуйста региночка привет огромный регина 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 регида 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 главная прибухивая на роликах по выходу нельзя пить нельзя нельзя табу просто вообще моментально сразу я себе поставил табу что все путешествие от сочи то турции не грамма я не буду выпивать ничего потому что но это нельзя делать можно просто ну элементарно погибнуть вот забей на них идея класс спасибо огромное нет нельзя плохой совет нельзя выпивать нельзя категорически запрещено я посмотрел еще ролики где люди которые путешествуют они говорят это просто табу не выпивайте не пейте никогда вот все полетит тартарары да люди пишут которые без фото мне это пишут смотрит маргарита илюша передай пожалуйста привет любим тебя маргарита илья илюша огромный привет вам маргарита и илюша смотрят меня верь себя никого не слушал вас борода спасибо дорогая спасибо у вас бородиной встретишься там в турцию может может передать привет моей дочке его его огромный тебе привет привет тебе большой от кого подожди о папа от адама и от адама тоже привет заноси юмореско знаешь ты действительно очень яркий харизматичный талантлив во всем можно сказать очень очень добрый в жизни не везет дай лох тебе найти себя и свое место спасибо огромное спасибо ты знаешь вот смотрите моя поездка почему я к ней пришел я пришел к не потому что я сейчас максимально деградирую у меня стагнация вообще ничего не происходит моей жизни и мне это все не нравится я чувствую внутреннее разрушение нет никакого наполнения энергетического у меня есть чуть-чуткое ощущение того что и бог от меня отдалился или я отдалился от бога суть не в этом мы стали очень далеки друг от друга и это это наверное было первоначальный и ну то есть это было вот первоначальным зерном того что мне нужно что-то поменять и здесь я я постоянно скучаю за заметьте я думаю блин ну как вот как как ну почему я постоянно что-то вот не получается ни то ни другое ни третье ни десятое ну надо и надо что-то делать надо пытаться надо надо вот нельзя сидеть на месте и ждать маны небесные вот когда тебе там всевышний пошлет свою благодать и вот все возьмет тебя за руку и поведет нет так не будет я поставил еще и цель что я не просто должен поехать я должен поехать к мите увидеться с ним но вот этот путь который я проделал этот путь по большей степени нужен мне для того чтобы вернуть меня к жизни к правильной жизни наставить меня на путь истины потому что я сбился это чистая правда это не лукавство сбился очень сильно и в даже в том плане что я перестал общаться с огромным количеством людей я стал замечать за собой что мое сердце стало каменеть я начал становиться каким-то знаете таким очень холодным по отношению к каким-то ситуациям к людям не могу сказать что стал бессердешным но перестал обращать внимание на мелочи перестала обращать внимание на эмоциональное состояние людей на что я всегда обращал внимание и очень сопереживал всегда этим людям и хотел помочь им и молился за этих людей перестал это делать и вот мог разговаривать человеком и обидеть его словами и человек отворачивался от меня и меня очень стыдно за это правда кто вот если кто-то смотрит кто перестал по этой причине со мной общаться простите меня поэтому мне мне нужен этот путь я должен его проделать и я конечно же шучу мне не нужна компания это так знаете между слов давайте пойдем все вместе нет я должен поехать один абсолютно один потому что я должен побыть сам собой наедине мне нужно просто найти себя все я очень сильно заблудился очень сильно потерял и потерял вектор правильности этой жизни я не вижу света то есть поэтому это основная причина по которой я хочу проделать этот тернистый сложный для кого-то путь и хочу показать вам это как все это будет происходить и наглядно показывать и потом в конце пути вы мне скажете о том произошли ли какие-то изменения и пошли ли они мне на пользу сейчас я с вами был откровенен максимально и сказал вам чистую правду все дальше мне не надо ходить церковь для того чтобы найти свой путь у меня вот здесь церковь вот здесь мой храм моя вера вот здесь если ты не знаешь моя золотая то это прописано в священной книге в библии что частичка бога есть в каждом из нас поэтому для чего ну я не хожу в церковь просто в общем все будет хорошо я верю что все наладится мне это поиск очень нужно необходимо скажу вам честно если это не произойдет я не знаю что будет дальше здесь скорее всего ничего не ничего страшного но просто пройдет время я буду старым никому уже не нужным дряблым скучным сидящим вот тут у родителей в доме вспоминающим молодость и жалеющим себя ежедневно что я не попробовал и что я не сделал поэтому пока у меня есть время пока мне силы пока у меня есть хорошее настроение надо идти вперед а вот женщка все будет спасибо огромное спасибо за правду пожалуйста 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 это же все маска дагестан тебя любишь им всегда добро пожал спасибо огромное взаимно дагестану всегда низкий поклон нет запал не потеряю у меня варианта нет надо ехать еду в турцию на велосипеде из сочи айдон по эти хочешь со мной поехали поехали красивая r света мы с тобой поговорим после эфира салам алейкум жаню вали к массовом джентль москву планировать из сочи зачем из москвы ехать москвы не ездил поставлю тебя сегодня свечку ксении блаженны она реально очень спасибо огромным да да все будет хорошо не потеряйте у меня я думаю что это самое правильное решение в моей жизни за все 37 лет я себя настроил так что это самое правильное взвешенное эмоциональное решение которое принимал за 37 лет да у тебя подписчики вообще красу меня вообще лучшие просу лучшие девочки самые красивые и все никому не отдам их мужики поэтому перед вытаскивать руку штанов засовывайте свою слоненка и расслабляйтесь же привет хорош привет дорогая прислушала так головой трясу знаете запах шампуня попадает мне в ноздри вкусный запах обожаю она она флола я тебе же говорю где ты моя золотая айдон но от а уан флолов ван флолован я сочи сажусь жень ты адекватный в сочи сажусь на велосипед и еду в турцию через кавказ с палаткой с минимум вообще всего-всего все получится есть только не похолодни да ну а сейчас хочу вот у меня будто восьмить их ты будучи тупала не смотри уху какой кузнечик огромный показать вам спасибо там ёжик или кто-то смотри ой блин скотина вонючая куда я собрался ехать по кавказу там же вообще скорпион и змеи тут кузнечка обосрался куда я собрался ехать ай саранча сука противная тварь сука никуда не поеду съездили тоже кто это саранча саранча кто это скупит мать ублю только теперь да хочу видеть и эфир твой смотрю спасибо огромное на кузне здорово привет почему с грибом не общаетесь чем не общаемся но редко просто как не общаемся что значит не общаемся не больше я не буду больше показывать вам хватит вам уже посмотрели а ну здоровый да блин ухожить живности южные это кошмар какой а там ежики приходит каждую ночь ко мне вот так делают все дочки хотел ты же говорю что спасибо что читаешь да не за что наталья вы скажите мне пожалуйста вот вы куда со своим вот пердежон понимаешь едем тут сидит сидит молодой пацан говорит о своих планах о том что хочет измениться ты приходишь со своими этими сообщениями долги и недолги да те какая разница у кого какие долги вот какая блять вам разница объясните мне пожалуйста ответьте мне на один вопрос я правда от вас отстану у вас нет ни долгов что не могу понять но вам какая разница были долги мои вот ска вам мои долги кому-то он как буду спите что ли плохо от этого ну блять приди закрой мои долги ну что-то вот тут как будет как вот отвратительные вот просто люди вот максимально это неприятно сейчас поступило спасибо что не считаешь пожалуйста вот сидит мальчишка рассуждает о прекрасном потому что хочет поменять жизнь а то что хочет совершить вот такое вот такое путешествие увидеть своего сына который увидел четыре года нет обязательно зайдет какая а твой недолаги кобыла ты бессовестная ну что зовут не на где просто не понимаю все на позитив возвращаемся к позитиву все-все-все ну хочет оплатить пусть оплатит что проблема то при этом обходе скоро увидимся альбиночка скоро увидимся простите меня за мат пожалуйста я знаю что внучки смотрели девочки и детки смотрят простите меня пожалуйста мои дорогие детки хочу обратиться к вам я желаю вам чтобы вашей жизни было поменьше вот таких вот неприятных людей которые вам бы напоминали о том что действительно вам не дает нормально спать просыпаться вас это тянет вот пусть вас в жизни будет хорошо правда пусть вас окружают вот вот люди которых вы достойны которые достойны вас я возмущен просто у меня нет слов и мой хай погасит вот вот смотри вот там у него девочки тоже погаси у меня тут много кто сидит 90 процент с долгами тоже погаси так переживаешь блин ну что же с волосами то теперь делать с ними как кому-то плохо все бегут жалеть как только человек распускает крылья бегут его клевать пусть бог поможет тебе все тебе спасибо огромное спасибо 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 с этими долгами скотина пашки сидят они меня эти долги настанет время я расстреляю все эти долги блин все женюсь на турчанке все долги были останутся тут россии я шучу долги надо возвращать мой принцип по жизни кстати я правда иногда задерживаются этим но всегда возвращаю о все другая прическа ведь и другой человек пусть свое путешествие будет успешно начало новой лучшей жизни успеха сил огромное спасибо большое когда афказе при я не знаю следите за моим инстаграмом и все узнаете пока не знаю вчера была свадьба жени ромашова там глипа впереди копы долги кредиты у меня да 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 рачка есть есть и причину человек левые долги будут только не надо жалеть я никому не желаю даю родители ребят все хорошо правда все отлично все нормально так получилось так сложилось недели две наверное нужно чтобы добраться на велике да я готов к этому когда начинать путешествие блин вы об этом узнаете сначала нужно сначала нужно все купить вот чтобы это все купить нужно немножко поработать хотите жить если вы не касайтесь того что у вас не касается умничка моя злота вот слова быть есть татуировку уберу себе этот микрофон свой вы видели кстати у меня татуировку микрофон здесь вообще же это удивительная история вы знаете эту историю как она появилась короче вот это причем очень многим кажется что это расческа найти вот такая а это микрофон поближе покажу где вот это я в таиланде приехал первый раз за границу познакомиться с девочками я не горит давайте играть в карты я кур давайте играть в карты их трое и я один мы два на два играли значит задание было сделать татуировку кто проиграет но вот все и мы девочки проиграли есть девочка на этой земле в россии но я не знаю где она живет может вообще живых уже нет в общем у которой тоже такой же микрофон только вот здесь вот так появилась эта татуировка то есть никакого смысла нанесла мы мы сразу кстати мы пришли с ней туда в тату салон и вот почему то она к она вокалистка была я типа ведущий ну вот выбрали микрофон и было здорово есть что вспомнить у юли два мальчика и ух ты ничего себе поздравляю родила уже лишь дом нашел бы и yo для чего блин вы все про долги что ли вещаете но хватит уже остановитесь по родству я уж пытаюсь уже как-то уйти с этой темы лавиру будет лавиру 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 да не могу выловировать и выловировать выловировать не могу как эти 33 корабля которая лавировали лавировали чтобы не вылавили да не вылавили 33 корабля скороговорки знаете я знаю смешно просм custo круто круто дай бог дай бог дай бог здоровья деткам и юлечки же это молодец спасибо огромное интересная история муж найдешь и для чего для чего чтобы что ну должна быть какая-то цель для человечки но нашел и он к да да было прикольно надо было классно помощь отече на балкане отца что я тоже не понимаю а митя в турции митя рядом на кипре же ниже 1 если получится поехать с кем-нибудь мне надо одному ехать нужно одному ехать объясню почему смотрите но это же все очень просто мне нужно ехать одному потому что я хочу побыть один на один своими мыслями второе когда ты едешь с кем-то это уже ответственность ты должен нести ответственность и бывают такие моменты когда ты хочешь подняться пойти в горы а человек говорит блин я не хочу и вы таки блять да почему не ты не хочешь там же красивый вид да я устал или устала вы начинаете на ссоре ругаться это напряг не хочу для чего если вдруг но сложится если вдруг действительно кто-то захочет конечно я отказать не смогу мне почему-то кажется что лучше 1 не ну или с кем-то что я думаю по поводу ухода шатунова что я думаю что жизнь может закончиться в тот момент когда ты не не ждешь что ему пускать грустно очень чувак который всю жизнь свою боролся за авторские права и выиграл суд и через два дня умер но это конечно я думаю хорошо отмечали нет там паром уходит паром уход физически трудно ну посмотрим ну да я вы еще знать что самое удивительное во всей этой катавасии что я физически не подготовлен ну то есть я никогда не занимался спортом то есть у меня нет мышечного корсета для того чтобы там нести рюкзак у меня там не прокачаны ноги для того чтобы ехать на велосипеде долго и далеко поэтому это сложно будет десятикратно для меня ну не так как для человека который занимался спортом женя одному саму то я только что вернулась из отпуска который провела одна делаешь что хочешь сам планируешь я понял ты где еще живешь каком горле а вы откуда юля когда-то говорила из кузина получился бы великолепный актер ну получится значит июльку июльку июлька в небесах говорила это все значит получится просто не время же как относишься к никак не отношусь никогда этого не пробовал не знаю честно говоря я смотрел пару документальных фильмов про эту историю ну не знаю мне вообще не нравится состояние люди там по четыре дня в коматозе лежат но это ужас какой-то нет я красил вот еще одна причина чтобы кого-то взять ты хоть по их один справимся нормально все будет не переживайте в любом случае у вас свои дела у вас своя жизнь свои семьи не переживать все будет хорошо я буду там по возможности рассказывать вам о том где я сколько проекта желаю встретить в этом путешествии хороших душевных людей вот это вот это хорошее прошло спасибо рачка автостопом быстрее я тебе больше скажу еще самолетом еще быстрее прямо на северный прям северный кипр прилетать самолет вы видимо только подключили свою эфиру я объяснял уже почему мне мне нужно проделать этот путь мне нужно можно заказать молебене путешествующих чтоб рюкзак тащите на велосипед же есть я же объяснил для чем мне нужно этот путь проделать чернистый сложно но я должен убрать и дочку когда покажем а вы не спите что ли или у вас заворот кишок если вы увидите и что сон у вас станет на лучше боли в желудке пройдут от и диаре избавитесь но просто не примет для чего вам это нужно ну покажем когда наступит застать нас на нас станет время наступит в нашем мире сегодня показывать детей это вообще ну просто я считаю что все страшная штука мне кажется что многие люди которые показали в свое время детей они бы с огромным удовольствием вернулись бы в то время когда впервые выложили фотографии больше этого не делали никогда потому что столько негативных людей столько зла что просто ну ужас то-то какие сигареты куришь супер супер вопрос кстати мне кажется один из самых интересных вопросов давай знаешь как ты на 1 место занимаешь по вопросам самым удивительным и увлекательным какие сигареты куришь кент как жизнь поменялась на молодежь не куда бы ни ты не шел путь вы будет всегда кто иметь спасибо огромное на кипре аэропорта иркан называется хорошо ли спасибо дорогая женица самый стабильный эфиры как было больше 300 человек так и есть да кстати удивительная штука я да 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 то есть люди не ухо нет даже нет прихода нет ухо но я думаю что приход есть что такое на ухе волос растет что ли или чуть такое их ты и чё такое их ты и чё такое это блин и чё старое что ли у ай-мама кто это у ай-мама волос то ай-яй-яй все приплыли начало лучше не показываете стопроцентно стопроцентно это вообще в гадалки не хотят думаю чё такой запах неприятный этот комаров каста все стабильно женька молодец стабильность признак мастерства же здравствуй мы тебя ждем дагестане стекло спасибо огромное софи я обязательно будет спокойствие мира душе себя спасибо приход есть ты просто жизненный это отталкивает и это не отталкивает нет всякой мишуры чем больше спрашивать тем больше не хочется с богом все тепло так все вот пока не пишите эти сообщения до 340 350 чека держит держится а пока не пишите это вот я как сяду в седло как говорится запрягу ты мой приход говорил смотрящих твои эфиры ты про приход говорил смотрящих твои эфиры не знаю про ну да про приход это да нет ни про другой приход вспомнил передачу в вид с бодровым как туда пришел мужик который проделал кругосветку на велосипеде но это конечно удивительная история но этого мужика никто не знал а меня знают поэтому это немножко разная история я знаю что очень много людей переживают за меня поэтому такая знаете больше какая-то такая некая миссия чтобы уже большое количество людей которые смотрят на эфиры и сопереживают уже сказали господи слава богу он он сделал хотя бы этот первый шаг слава богу он хотя бы сел на этот велосипед и поехал я знаю что много очень людей простите ухты целый жульен больших миссия ляля жульвер ушел как и не было поэтому это важно это важно какие темы тебе нравится обсуждать в эфирах да разные слушай мы вообще этот эфир не наполнили какой смысловой нагрузкой мы здесь обо всем и не о чем поэтому переживаем я знаю да спасибо огромное какие качества в женщинах раздражают качество 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 раздражают видишься с сыном до в основном вас на но не самый яркий может велик с моторчиком дочка похожа на александру на на сто процентов моего нет ничего только может быть а брови мои ресницы мы длиннющий длиннющий же у нас краснодарском крае мужичок на инвалидной коляске путешествует тут и счастлив от этого ну вот против или за курящих девушек мне очень нравится когда девушка курить мне нравится такая знаете некая эстетика какая-то я люблю это я странно да мне нравится класс у нас от эфира осталось две минуты хочу вас поблагодарить за вашу поддержку за ваше понимание за ваше принятие меня как человека как личность за ваши переживания говорил уже ведь и раз для меня это важно раз я два раза повторил хочу пожелать вам всего самого наилучшего если у вас есть какая-то мечта идите к ней за вас ничего никто не сделает чемодан с деньгами точно вы не найдете может и найдете но за ним обязательно придут поэтому желаю вам его найти и чтобы за ними никто не пришел спасибо вам огромное за то что вы со мной я с вами люблю вас давайте не терять друг другу пока спасибо